Загадочная русская душа на картинах в Самару впервые привезли работы Михаила Нестерова из фондов Башкирского государственного художественного музея, который в 20-е годы прошлого века основал сам художник. В экспозиции около полсотни произведений живописи и графики не только Нестерова, но и других известных русских живописцев второй половине 19-го, начала 20-го столетия. С первых шагов в искусство Михаил Нестеров вырабатывал независимый стиль. На выставке, переходя из зала в зал, можно увидеть полотна и исторического характера, и раздумий художника о любви и женской участи, портреты современников. Особое внимание искусствоведы советуют обратить на зал, где собраны эскизы работ на религиозную тематику. Это неоконченный вариант знаменитого полотна «Видение утрока в Рфоломею». Его можно увидеть только в экспозиции Башкирского государственного художественного музея. В Самаре впервые. А почему работа не окончена? Она не окончена потому, что когда Нестеров начал ее писать, и мы очень хорошо тут прослеживаем, как вот он начинал сверху и шел вниз, вот, и он стоял, он об этом написал в своем письме. Он стоял на подставке, и у него как-то так получилось, что он покачнулся и прорвал этот холст. И после этого он, не стал больше его дописывать, а все перенес на другой холст. Художник, который изображал какие-то такие, в то время изображал какие-то потусторонние, какие-то вечные образы, это на самом деле иконы. То есть он пишет людей, как будто это какие-то люди, живущие вечно, из каких-то других, даже не его времен. С 20-х годов прошлого века в России на Западе выросло число художников, повторяющих манеру Нестерова. Копиисты могли передавать фактуру и настроение, но исходящий от этих полотен особый рассеянный свет остался одной из вечных загадок. Михаил Нестерова, Татьяна Пудова, Александр Дмитриев, Новости губернии.